Приветствую, дорогие зрители, с вами Дилерон и Николь Скрипет. Приветик Мяу. Продолжаем базовать интересный мод для Майнкрафта. Сегодня мы рассмотрим очень крутое обновление для крутейшей модификации, называется на ведьмы стихий. В общем, в этой модификации взяли и добавили питомцев, а также очень крутое магическое оружие, с помощью которого можно навешать кому-то люли при помощи крутой магии. В общем, добавили 4 питомца, каждый питомец с определенной стихией. Допустим, это стихия земли, стихия огня, стихия, по-моему, молний и стихия воздуха. Для того, чтобы получить этих питомцев, для начала нужно забрать этих опасных ведьм, а после того, как вы забыли этих опасных ведьм, вы получаете из них с каким-то там шансом очень крутое яйцо, при помощи которого можно призывать определенного вот этого питомца. Сейчас мы их освободим, посмотрим, как они выглядят. Они, по идее, довольно-таки симпатичные и будут вас защищать. Это мои питомцы, я их вырастил, цели. Для того, чтобы их вырастить, нужно потратить, по-моему, где-то три дня, что ли, майнкрафтовского времени. Это довольно-таки долго. Так, кошка, давай-ка ты призовешь сейчас кого-то паучка, и мой питомец, по идее, будет меня защищать, по крайней мере, мне так хочется. Так вот, паук защищай! Вернее, нападай, 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 маленькая фигня. Так, вот она нападает на него, и, по идее, должна навешать ему хорошенько люлей. Так, я смотрю, что вроде бы она это сделала. Просто замечательно. Так, нифига себе, а ты что вылез вообще? Смотри, они все вылезли, блин, так не нужно было делать. Они взяли, и все, короче, спаслись оттуда. Ну, ладно, хорошо, давай тогда еще больше призываю разнообразных пауков, и посмотрим, что они будут делать. Так, все, 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 хватит, думаю, троих хватит. Так, нет, ребят, должны на меня нападать, на меня нападать, на меня нападать. Так, вот, 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 блин, безумие! Молодцы, митя, шутали, мои же питомцы. Да просто замечательно. Воу-воу-воу, пацаны, пацаны, полегче, полегче, полегче. Не дохнем, не дохнем, не дохнем. Этот ненормальный, молниеносный питомец взял и, короче, молниями всех забахал. Так, а ну-ка, нафиг, ну-ка, нафиг. Там, по-моему, только один к нам не пришел. Да, действительно, это вот питомец, который земляной. Так, давай-ка ты еще раз, или давай начали оденемся, то мне все это как-то не нравится. Так, здесь у нас есть шмотки, сейчас мы их оденем, я возьму себе еще меч на всякий случай, так, эту всю фигню оставлю. И сейчас уже будет, по идее, нам не так все это страшно. Так, давай тогда призывай еще какого-нибудь питомца. Да, кстати, возьму себе пора яблочек. Так, отлично, отлично, отлично. Еще один паучок, и все, он здесь ушатывает. Живите, живите, ребята, живите, живите, живите. Блин, молниеносный парень вообще очень опасен. В принципе, питомцы довольно-таки быстро отрегениваются, но все равно как-то, как-то я смотрю, что они умудряются стоять в огне. Не стой в огне и не умирай. Так, регеница, регеница, это тоже регеница. Они, кстати, когда вы только их призываете, они выглядят как самые обычные яйца. И эти яйца тоже кто-то может ушатать. Так что вы должны за всем вот этим процессом следить и как-то стараться, чтобы ваши яйца не ушатали, иначе вы никого не сможете призвать. Так, я, наверное, сейчас возьму и дам кошке вот яйцо. Она его призовет, и по идее это яйцо будет называться кошачье яйцо. Так, смотрим. Это яйцо называется кошачье яйцо. Вот видите, написано «Хозяин мини-котик». Так, я сейчас тебе могу дать еще парочку яиц. Ты их тоже сможешь себе призвать. И мы после этого сможем уже постражаться даже с опасными ведьмами. И постараться из них что-нибудь такое офигенное выбить. Так, держи тебе раз яйцо, два яйца, три почти. Нет, не то. Вот тебе три яйца. Так, давай, короче, где ты их располагаешься. Тыкай, тыкай, только не по траве, иначе ничего не получится. Так, это у нас яйцо молнии. Тыкай куда-нибудь еще. Сейчас у нас будет яйцо вот такое вот огненное. И реально нужно целых три дня ждать, пока не вылупятся. Ускорить это дело вообще никак нельзя. Вы, кстати, можете себе это яйцо еще на голову одеть. Вот я взял себе, на голову одел это яйцо. Можно, короче, идти на голове его таскать и переносить. Так что, если вы где-то неправильно его заспаунили, его можно с собой куда-то вынести и поставить его потом в нужном месте. Так, с этим делом мы разобрались. Я думаю, сейчас мы постараемся его шатать каких-то ведьм. Либо я еще покажу, что можно сделать. Вот, допустим, вы себе можете еще сделать воздушную магическую палочку. Она крафтится вот такой вот хигни. Это какие-то воздушные осколки, которые выпадают из воздушной ведьмы. Вы их собираете, потом из них крафтитесь вот такую воздушную палочку. Еще вы себе можете сделать вот такую вот молниеносную палочку. Тоже довольно-таки интересно. Сейчас мы, в принципе, на них посмотрим. Я даже, наверное, на них все-таки посмотрю, а потом уже буду куда-то призывать. Так, это у нас огненная палка, которая крафтится из огненных осколков. Еще у нас есть такая вот земляная палка, которая призывает каких-то опасных големов земляных. Они будут, по идее, за вас сражаться. Так, мне нужна какая-то жертва. Давай немножко отойдем, призывай кого-то паучка. Я, по идее, постараюсь его как-то ушатать. Либо можно на тебе поэкспериментировать. Так, а ну-ка, стой. Так, а ну-ка, смотрим. И я запускаю какой-то такой вот воздушный шарик. Это же воздушная палка, правильно? Нет, это световая палка. Так, а ну-ка, стой, стой, стой. Давай-ка, сейчас его ушатаю. Давай, 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 да давай. Так, как-то она работает не как световая палка. Она, по идее, должна как-то немножко по-другому работать. Кто меня ударил? А, мне уже голод фигарит. Нифига себе. Я, оказывается, когда использую эту палочку, я начинаю очень быстро голодать. Просто безумно быстро на меня нападает голод. Так, похавали, похавали, похавали. А ну-ка еще раз. Мне что-то оказалось, что должны с неба молнии фигарить. Так, а ну-ка паучок. Паучок получай. Как-то я смотрю, что на него нифига не сильно все это действует. Видать, нужно попробовать какую-то другую палку. Может быть, она будет какая-то более эпичная. Так, следующая палочка. Это у нас палочка воздушная. Что она сможет сделать? Так, а ну-ка смотрим. Давай. Нифига себе. Я, кажется, своего питомца в какой-то смерч заматал. Так, а ну-ка получай. Терем паучка в смерч заматываем. Нифига себе, нифига себе. Вот он просто колбасит во все стороны. Так, давай-ка на тебе поэкспериментируем. Так, берем и пытаемся заколдовать мини-кошку. Нифига себе. Мини-кошка начинает колбасить. Этот маленький смерч пытается ее куда-то унести, но она слишком тяжелая, потому что она не золотая броня. Так, ладно, с этими разобрались. Надо бы еще что-то перекусить. Но я вроде бы помню, что какая-то волшебная палка должна была фигарить именно какими-то смерчами, молниями. Ладно, смерч, может, мы и видели. Вот там молнии мы как-то еще нифига не видели. Ладно, смотрим на следующую палочку. Это огненная палка. Будем экспериментировать, наверное, снова на мини-кошке. Так, а мы посмотрим. Ох, нифига себе! Нифига себе, нифига себе! С неба какая-то фигня упала. Вау, вау, нифига себе, нифига себе. Просто пипец. Да, действительно, вот эта волшебная палочка мне гораздо больше нравится. Так, главное, чтобы там питомцы не подохли. Туши, туши весь огонь. Туши его, туши его, туши его. Потому что питомцы еще передохнут. Ну его нафиг. Не хочу, чтобы они дохли. Ты еще бегаешь, горишь здесь, понимаешь ли. Так, следующая волшебная палочка. Нужно сначала еще раз перекусить с золотой морковки. Потому что все эти волшебные палочки довольно сильно тратят вашу сытость. Так, последняя палочка. Давай призви кота паучка. И потом еще, может быть, над тобой поиздеваюсь. Так, паучок, а ну получай. Что она делает? А, нифига себе. Посмотри, она реально призывает каких-то големов. Это какой-то земляной голем, который может нападать и защищать вас. Это довольно-таки интересно. Так, а сколько их можно призывать? Воу, 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 нифига себе. Ты посмотри, что есть надел. Целая куча чертовых големов. Так, ну-ка нафиг. Я их, кстати, ушатать не могу. Но они, по-моему, исчезают сами со временем. Да, действительно, они сами исчезают. Довольно-таки необычно. Так, ладно, сейчас мы будем с тобой сражаться с опасными ведьмами. Я думаю, что мы их сможем забороть. Вот, помнишь, мы с Мея Кошка, в принципе, сражались с этими ведьмами в локеблоках? Ну, сейчас, думаю, тоже будет интересное сражение. Первая ведьма, это воздушная ведьма. Вот такая вот она симпатичная. Так, давай-ка мы ее постараемся навешать. Так, а ну-ка, получай, получай, получай. Быстрее, быстрее, быстрее. Пока она с нами что-то злое не сделала. Нифига, слушай, их новое навление как-то прокачали. Вот, смотри, кстати, ты ее убил? Подожди, это появилось новое яйцо или как? Либо это яйцо телепортировало за тобой? Вроде бы мы ушатали совершенно все эти яйца, которые ты спаунил. Хотя нет, вот еще одно яйцо. Так, ушатали, ушатали, ушатали. Сейчас мы, по идее, убьем с тобой следующую ведьму. Если на ее месте смерти появится яйцо, значит, больше яйца не попадают за этих ведьм. И сразу спаунится какое-то яйцо. Так, следующая ведьма, которую мы будем ушатывать, это, по идее, молниевая ведьма. Так, давай-ка сразу будем ее ушатывать. Так, отлично, она сразу сделала. Она вот целый такой пипец. Молнии, сразу дождик пошел. А ну-ка, сдохни, 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 сдохни. Так, вроде бы она сдохла. Я, я не уверен, но вроде бы ее больше нету. Ты ее где-нибудь видишь? Нет. Как-то, как-то я ее полностью тоже больше не вижу. И вроде бы нигде не появилось никакого яйца. Видать, все-таки есть шанс того, что из нее что-то выпадает, либо из нее нифига не выпадает. Черт, а в дождь! Так, с дождем расправились. Нам еще осталось посмотреть на двух ведьм. И посмотреть, что же из них выпадет. Следующая ведьма, это земляная ведьма. Так, давай-ка мы тоже аккуратненько ушатаем. Так, а ну-ка, сдохни, 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 ведьма. Причем мои малыши тоже ее ушатывают. Воу-воу-воу, что творится? Она заныкалась внутри и наспавнила целую кучу этих придурков. Так, а ну-ка нафиг, пацаны. Ну-ка нафиг, нужно постараться все это делать и ушатать. Так, давайте, давайте, давайте. Нифига не падает с неба. Почему с неба нифига не падает? Видать, нужно нападать только на кого-то. Давай-ка ты выходи оттуда. Слушай, она реально заборвалась там. Ты придешь сейчас ее как-то откапывать? Вот же ж ведьма. Ты же не думаешь, что ты там будешь прятаться вечно? Так, а ну, выходи. А ну-ка выходи. Эй, ее, кажется, ушатали пацаны. Пацаны, вы ее ушатали и оставили здесь внутри сидеть? Нифига себе, довольно-таки мощные ребята. Офигеть, никакого лута нету. Вот это вот фигня. Кажется, мои питомцы сожрали весь лут. Так, ладно, последняя ведьма, это огненная ведьма. Надеюсь, что она будет более такая добрая и что-то после себя заспаунит. Так, давайте, по носику нашатаю. Так, отлично, она, кажется, убила моего питомца. Где это делась? Так, вот вижу, вижу, вижу. Дохни, дохни, дохни. Так, отлично, ты ее завалила. Вроде бы, вроде бы. Слушай, по-моему, нужно их убивать не так быстро. Мы ее слишком быстро убили, возможно, из-за этого нифига не успела заспауниться. Ну, в общем, какая-то вот такая вот фигня. Кстати, есть еще одна ведьма, которую мы не показали. Это ведьма, которая спаунится только на Хэллоуин. И, кстати, сейчас, когда мы снимаем этот ролик, у нас как раз Хэллоуин. Может быть, мы сейчас можем ее найти. И, может быть, автор мода что-то переделал, потому что я заметил вот такую вот фигню. Вы, в общем, можете из обычного яйца получить какое-то необычное яйцо. И, возможно, это яйцо уже нужно с чем-то смешать и получить, тогда вы сможете какое-то мега крутое яйцо, чтобы призвать этого питомца, что ли. В общем, так это не получается. Полностью тоже пытался его облаживать. Ничего не получается. Может, его можно просто где-то призвать? Так, а ну-ка, давай я тебя поставлю. Нет, нифига она не ставится. Может быть, реально автор мода что-то передумал, как ты все это переделал. Так, давай мы с тобой отправимся на поиски вот этой вот ведьмы Хэллоуинской. Кстати, вот она, посмотри. Это ведьма, которая спаунится только на Хэллоуин. Давай как-то мы постараемся убить не очень быстро, потому что, в принципе, тех ведьмы показывали, что они умеют делать. Потому что те, видимо, умеют даже реально призывать какие-то здоровенные метеориты. А вот эта ведьма тоже, по идее, умеет делать что-то офигенное. В общем, бей ее пока только руками. Так, а ну-ка, иди сюда. Только тебя втащу руками. Давай, делай что-то так. Отлично. Она умеет фигарить меня какими-то летающими тыквами. Еще, по идее, она должна уметь призывать какие-то вот миньоны тыквы. Да, действительно. Этих можешь ушатывать мне руками. Так, этих ушатываем, этих ушатываем. Кажется, мы и питомцы сижали ведьму. Так, воу-воу-воу, что это было? Офигеть. Эта ведьма, кстати, умеет телепортироваться, я заметил. Она как самая настоящая эндромен. Так, я в воду пошел. Я пошел в воду. Кошка, ныкайся в воду. Офигеть, с неба упали здоровенные тыквы-метеориты. Она делает вообще то же самое, что и огненная ведьма. Огненная ведьма призывает метеориты какие-то вот огненные, огненные. Эти тыквенные-тыквенные. Просто офигеть. Если вы, кстати, играете не в день Хэллоуина, то, по идее, можно на компьютере переставить часы и где-то на 30 октября, что ли. И тогда, возможно, вы сможете ее тоже найти. Ну, инфа не 100%, но, по идее, должно сработать. Так, иди в баню, иди в баню, иди в баню. Давай-ка мы ее ушатаем. Так, нужно везде все потушить. Нужно все потушить и ушатать ее, чтобы из нее что-то не выпало в огонь. Потому что, возможно, что из тех ведьм что-то выпало и прямо в огонь. Так, вроде бы из этой ведьмы тоже особо нифига не выпало. Так, а ну-ка, смотрим, смотрим, смотрим. Если из нее что-то и выпало, то, возможно, оно сгорело. По идее, из нее должно тоже что-то выпадать офигенное. Так, смотрим, остались только летучие маленькие эти козявки. Так, а ну-ка, нафиг. Блин, опять все горит. Мой безумный питомец везде все поджигает. Я бы вам не советовал выращивать этого муниеносного питомца, потому что из-за него постоянно какие-то пожары происходят. А вот этот малыш, вроде бы, вообще в темноте светится, или мне кажется? Кстати, посмотри, после этой ведьмы остаются именно тыквы Джека, которые освещают все вокруг. Довольно-таки необычно. Такая вот, в общем, интересная модификация. Не до конца, видать, что-то доработал все-таки автор мода. Потому что еще буквально до Хэллоуина из ведьм выпадали просто яйца, и их можно было спаунить. А сейчас, видать, автор мода решил что-то там допилить, и чтобы можно было эти яйца крафтить, что ли. В общем, я оставлю, как обычно, в описании ссылочку на мод, а также ссылочку на сайт. Если там автор мода что-то допилит, то, я думаю, где-то на сайте будет об этом, в общем, написано. В общем, еще раз всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, на канал Мини-Кошки. Ссылка будет в описании. Также в описании будет ссылка на мой второй канал. Там тоже выходят каждый день интересные ролики. В общем, до скорых встреч и всем пока-пока. Мяу, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok